Здравствуйте! И снова мы с вами в Центре природного земледелия «Сияние». И я с вами, Аксёна Ивановна Аскольдовна. Руководитель Московского центра «Сияние». Сегодня мы поговорим с вами о очень важных факторах. О свете для растений, о том, как надо их поливать и как правильно их содержать. И мы продолжаем говорить о наших саженцах, которые растут у нас в квартире. Какие же условия мы должны создать, кроме того, что мы создали им питательный грунт, дали им питание в виде кокоса, биоземли, вермикулита и перлита, добавив в землю гидрогеля для того, чтобы мы их реже поливали. Чаще всего дачники поливают свою рассаду сверху. И это неправильно, потому что рассаду нужно поливать снизу. Для того, чтобы влага содержалась в наших горшочках, вы знаете, есть технологические отверстия. Но лучше всего, когда через эти отверстия вода не стекает вниз в поддон, а мы поливаем в поддон, мы наливаем воды на капиллярный мат. Он мгновенно фактически впитывается влага, проходя через споры черного материала. Этот материал не даст корням наших растений прорасти в белую ткань. А именно она держит влагу для наших растений. Это вот у нас с вами погонный метр. У нас стоит 10 растений. Соответственно, порядка 3 литров воды этот капиллярный мат в себя впитывает. 3 литра на 10 растений в данном случае вполне достаточно. Этот капиллярный мат не только дает влагу растению, вот уже все впиталось. Соответственно, растение корнями запрашивает воду через этот капиллярный мат. Сверху земля у нас не комкуется, нам не нужно ее поливать. Мы опрыскиваем наши растения по листовой поверхности, создавая определенную влажность и давая подкормки и дихилатов, гумистара, сияния. Периодически, раз в неделю, одним из препаратов. А полив осуществляем только снизу. Тогда корни наших растений научатся самостоятельно доставать влагу. А самое главное, не производя полив сверху, я акцентирую на этом ваше внимание, мы оставляем землю рыхлой, влага воздуха емкой и никогда не будет образовываться корки. Соответственно, и у нас здесь кокосом замульчировано, она держит на эту влагу, которую мы поливали. Растениям комфортно. Теперь мы поговорим о свете. Вы видите, что лампочки, которые стоят над нашими саженцами, здесь у нас и перцы, и томаты, и петуния, которую мы высадили буквально несколько дней в таблетку и из таблетки уже в горшочке. Свет этот определенный, сине-красный, он дает как раз развитие наших растений для корневой и роста зеленой массы. Поэтому недостаточно ламп люминесцентных белого света или просто желтого теплого. Это не тот свет, который нужен растениям. Солнечный день – это 7 тысяч люмиксов. Мы получаем с вами в яркий солнечный день. Вот эта лампа дает порядка 3 тысяч люмиксов. И это то же самое. Соответственно, это то количество света, которое необходимо нашим растениям. И синий-красный свет определяет их рост и закладку информации о благоприятных условиях жизни. Особенно для томатов. Если мы им не добавляем света, в самый первый момент, как только мы положили на гидрогель, мы считаем, что мы потеряем 10% урожая. Перцы требуют суммарного количества светового потока больше, чем мы можем дать по нашему региону. Поэтому без подсветки наши растения жить на подоконнике, к сожалению, не смогут. Перцу нужно 20 часов подсветки, томатов 16-18, огурцам 14. Это после того, как они уже взошли. В первые трое суток держим подсветку порядка 24 часов. У нас эти лампы стоят на таймерах. И у нас автоматически здесь включается и выключается. Мы очень рекомендуем вам сделать такую же систему. Тогда вы совершенно спокойно можете спать и не думать, а когда же наши растения надо включить или выключить им солнышко. Поэтому пусть они растут под солнышком и радуют нас. Мы скоро их пересадим в огород. Я хочу вам показать одну тонкость. Если у вас помидоры переросли, вы не бувайтесь. Их можно спасти, и они дадут хороший урожай. Помидоры очень коварные растения относительно питания, света, влаги. Поэтому следите, пожалуйста, чтобы у вас не было таких переростков. Но если уже такое случилось, вы не заметили, что растение быстро переросло, нужно сделать очень простую вещь. Значит, мы с вами из гидрогеля заранее в горшочек насыпали грунт, уплотнили его. Мы берем с вами росточек за ушки, вот он у нас с гидрогелем, и ставим в горшок. Я обычно делаю так, подсыпая из другого горшочка. Потому что если брать ложкой, то, к сожалению, третьей руки не хватает. Поэтому, держа аккуратненько за волосики, в смысле за ушки, помидорчик, мы его присыпали из другого горшочка земелькой. Обратите внимание, что мы не стали засыпать помидор сразу до семидольных листьев, потому что иначе он не будет расти. Он через пару дней укоренится. Мы сейчас его польем. Я обычно поливаю после того, как посадила растение. Присыпаю после полива немножко кокосовым субстратом. Это такое своего рода мульчирование. Этот кокосовый субстрат не будет давать испаряться той влаге, которая находится у нас в земле. И, соответственно, растение не нужно будет поливать. Самая большая ошибка всех дачников – мы слишком много любим свои растения, и поэтому стараемся как можно больше дать им воды. Это неправильно. Им нужно достаточно влагоемкой почвы, которую вы сделали заблаговременно, и регулировка полива. Для того, чтобы поливать правильно, мы используем капиллярные маты. У нас с вами в таблетке выросли помидоры. Нам нужно их пересадить. Они немножко длинные. Ничего страшного. Вот этот очень важный момент в пересадке помидор. Мы насыпали неполный горшок земли. Берем нашу таблетку. Вы видите, сколько в ней корней. Уже вылезло наружу вермикулит. Для того, чтобы наша растенница лучше себя чувствовала. Я люблю снимать эту амуницию аккуратненько. Растение полито антистрессовым раствором заблаговременно, за пару дней. Помидоры хорошо переносят пикировки и обрыв корней. Ничего страшного. Вот так мы поставили наше растение. И засыпаем его землей. Очень важный момент, что засыпать мы должны его на такую высоту, как оно росло в таблеточке. И опять мы эмульчируем кокосом. Кокос у нас в данном случае с вами сохраняет влагу, дает питание и не комкует нашу землю. Корни дышат. Конечно, хорошо бы подставить сюда палочку. Но сейчас я сделаю это вот таким образом, потому что пару дней нужно для того, чтобы растение привыкло к новым условиям жизни. Но тем не менее, через 3-4 дня растение просто начнет улыбаться. Теперь мы вам покажем, как переставить вот такое хорошее растение в больший объем. Мы с вами сначала посадили из таблеточки в маленький горшочек. Она у нас укоренилась. Прошло несколько недель. Растение выросло. Но ему еще рано в землю. Еще на улице у нас с вами погода не позволяет. Соответственно, ему еще дома расти не менее месяца. В грунт нужно высаживать рассаду 60-дневного возраста. То есть 60 дней дома вы должны общаться с вашими растениями. Вот мы взяли горшок побольше, насыпали вниз земли. И сейчас мы с вами увидим, какое же количество корней у нас с вами в этом горшке. Отличная рассада. И мы точно так же поставили в середину и засыпали наше растение вокруг, распределяя землю таким образом, чтобы оно было изначально не выше того, как оно росло у нас в прежнем горшке. Мы обязательно уплотняем землю, поливаем вокруг. Так как сам горшочек мы полили заблаговременно, за несколько дней до пересадки. Уплотнили. Все. Через 2-3 дня мы подсыпем землю фактически под первые листья. И здесь будут образовываться дополнительные корни. И таким образом мы с вами сможем пересаживать несколько раз. Помидоры не страдают от такой пересадки. Только скажут нам с вами спасибо. Но зато, когда мы их поставим в грунт, это тоже очень важный момент. Вы выкопаете довольно приличную ямку для вашей теплой грядки. И будем сажать туда помидор. И когда вы его будете пересаживать, вы точно так же поставите ваш горшочек с обильными корнями, крепкими, сильными. И, соответственно, после пересадки, через пару дней вы засыпете его побольше. Это очень важный момент. Если вы сразу засыпете при пересадке выше того места, как росло у вас растение, то корни, которые выросли за предыдущий период жизни данного растения, отомрут. А новых корней в новом месте еще нет. И все, что вы делали в течение двух месяцев дома, лелеяли вашу рассаду, пойдет на смарку. Растение остановится и в росте приблизительно на 2-3 недели. А это потеря урожая. Поэтому будьте внимательны к своим растениям, любите их. И делайте это с любовью для растений. Заботьтесь о растении, о их удобстве жизни на вашем подоконнике и грядке. Редактор субтитров А.Семкин